МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша и дневной выпуск информационной программы Республика. В студии Юлия Важенина. Улучшение конкурентоспособности и инвестиционного климата региона обсуждали на совместном заседании правительства Республики и экономического совета при главе Чувашии. В последние годы в Республику пришло большое количество инвесторов, в том числе и иностранных. В рамках стратегии развития Чувашии к 2020 году определены масштабные проекты на общую сумму более чем 130 миллиардов рублей. Благодаря программе в Республике сложился благоприятный климат для бизнеса, появляются новые рабочие места. С учетом эффективного взаимодействия органов власти и бизнеса общества практически сокращены сроки получения ряда документов, снижены ставки, подключение к инженерным сетям, ликвидируются другие предприятия для ведения бизнеса. Сегодня в Чувашии внедряется стандарт развития конкуренции, принятый федеральным правительством в конце 2014 года. На данный момент на федеральном уровне предусмотрено 6 приоритетных для развития конкуренции рынка. То есть это обязательные рынки. Это рынок дошкольного образования, медицинских услуг, жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли, перевозок пассажирским транспортом, услуг связи. Ну и с учетом нашей региональной специфики, это прежде всего с учетом обращения предпринимателей, жителей республики ВУФАС. Было выбрано, отобрано еще два дополнительных рынка. Это рынок производства и переработки сельхозяйственной продукции, в том числе молока. И в перечне социально значимых рынок, это рынок строительства жилья. Для инвестиционной привлекательности, считают специалисты, важно создать визуальный образ региона. На заседании экономического совета управляющий партнер «Финджект» Антон Хреков рассказал о проделанной работе по созданию брендбука «Чувашия», который будет представлен на предстоящем экономическом форуме. Регионы – новые источники роста экономики. Он пройдет 23 июня в Чебоксарах. Александр Гаврилов, Андрей Шоклев, Республика. Снова за парты. Выпускники российских школ начали сдавать единый государственный экзамен. Во всех регионах прошли испытания по географии и литературе. На этой неделе состоятся ЕГЭ по обязательным предметам. О безопасности при проведении экзаменов в репортаже моего коллеги Дмитрия Ковалева. Это похоже на операцию спецслужб. В школе опечатаны классы и установлены глушители мобильных сигналов. Учеников у входа досматривают с помощью металлодетекторов. В этом году на экзамен запрещено проносить не только сотовые телефоны, но и электронные часы. Список разрешенных предметов – небольшой. Вода, шоколад и письменные принадлежности. В этой школе ученики пишут экзамен под прицелом видеокамер. Но за ребятами наблюдает не только большой брат. Персоналы прошли мы все полностью инструктаж. Этим занималось Министерство образования нашей республики. Все, кто был задействован в ЕГЭ, все они прошли инструктаж. В том числе и я. Главная задача – обеспечить честность сдачи экзаменов. В этом году составы предметных комиссий были обновлены. В республику прибыли и два федеральных инспектора Рособорнадзора. Для нас важно еще обеспечить безопасность представителей, организаторов ЕГЭ. Потому что когда нарушается правило проведения ЕГЭ, мы наказываем не только ученика, лишаем ее возможности сдачи экзамена по этому предмету в этом году, но мы наказываем организаторов пунктов проведения ЕГЭ до 30 тысяч штрафов. Это очень достаточно существенно. Литературу и географию в республике сдали более 300 учеников. Следом экзамен по русскому языку. Он назначен на 28 мая. Министерства образования региона отмечают, что выпускники все чаще делают выбор в пользу точных наук. Будущим математикам в этом году придется сдавать и дополнительные ЕГЭ. Математика делится в этом году, в отличие от прошлых лет, на два. Уровень это базовый. Это дает возможность гуманитариям сдать на предмет, сдать, сдал, не сдал. В принципе, а профильный уровень сдают те выпускники, которым нужна математика для продолжения обучения в УЗИ. Всего же в этом году в республике единый государственный экзамен сдадут более 6,5 тысяч учеников. Медрик Ковалев, Андрей Шоклев и Расиль Мухаммедов. Республика. Кроме вопросов проведения единого госэкзамена, на еженедельном совещании у главы Чуваши обсудили итоги лицензирования управляющих компаний. До 1 мая управляющие компании, работающие в Чуваши, должны были пройти лицензирование. Те, кто не прошел эту процедуру, должны управлять до того момента, пока их дома не будут переданы новым законным организациям. В Чуваши 163 управляющие компании, из них 147 подали заявки на лицензирование, и лишь 119 его прошли. В числе основных причин – недобросовестное раскрытие информации. Большинство управляющих компаний, которые не получили лицензии, работают в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Фурнарах и Батрево. Глава Чуваши обратил внимание на возможность недобросовестного ухода компаний с рынка. Знаете, что управлять не будут, все на самотеке, какие-то дома без воды могут остаться. По всем домам, по всем управляющим компаниям объявлен конкурс на определение новой управляющей компании. Как было отмечено, до 1 июля должны будем выбрать, определить управляющие компании и закрепить все дома. Проблемы, о которых вы говорите, держим на контроле, теоретически они возможны. И возможны и вывод средств при сборе средств населения и неоплате по строчкам коммунальных ресурсов. Здесь мы проверки проводим и в случае нарушения направляем материал к прокуратуру. 17 управляющих компаний, 14 получили. Три компании не получили лицензии. Одна не подала заявление, два их лишили лицензии. Всего 4 дома, менее сложная ситуация, чем в Чебоксарах или в Канаше. Поэтому до 10 числа состоялись собрания собственников по трех квартирным домам, которые выбрали форму управления как ТСЖ. По одному дому управляющая компания МУП УК в ЖКХ на сегодняшний момент уже приняла на обслуживание этот дом. Глава Чуваши поручил местным властям пристально следить за ситуацией, чтобы ни один дом не остался без управления и организации, не прошедшие лицензирование, не бросали жильцов с их проблемами. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня на нашем канале состоится премьерный показ телепрограммы «Наша Республика. Главная тема». Нового совместного проекта ГТРК «Чувашия», национальной телерадиокомпании «Чувашия» и газеты «Советская Чувашия». Наша Республика – главная тема. Это информация из первых уст. В очередном выпуске программы речь пойдет о реализации инвестиционных проектов и создании новых рабочих мест. И мы будем оказывать вам всяческое содействие. Подготовки и переподготовки кадров. Это можно сказать, вот по заводу ходим. Да, про кадров. Как продолжение. А также о развитии малого бизнеса, который нацелен на импортозамещение. Наша продукция будет стоить в 4 раза меньше. 500 рублей. В таком же виде сейчас? В таком же виде, да. Смотрите передачу «Наша Республика. Главная тема» 26 мая. На канале «Россия-24» в 19 часов 30 минут. На национальном телевидении «Чувашия» в 20 часов 30 минут. В Чебоксарской школе номер 37 открылся новый бассейн. Посмотрела на голубые дорожки и наша съемочная группа. Андрей Александровна, Господи, с Богом, можно так взять? Пусть здесь. Итак, как всегда, мы решим. Внимание, разрезаем. Этого события ребята, учителя и родители ждали давно. Более 30 лет помещение, которое предназначалось для занятий водными видами спорта, не использовалось. Теперь же ученики 37-й школы смогут открыть в себе новые спортивные таланты. Здесь будут иметь возможность плавать, укрепляя свое здоровье. Я еще раз повторяюсь, обучающиеся не только нашей школы, но и обучающиеся нашего микрорайона, и родители, жители нашего микрорайона. Новые окна и полы, душевые и раздевалки, и сама чаша. Реконструкция заняла около пяти месяцев. Бассейн примет первых посетителей с началом нового учебного года. У Екатерины Ивановой уже заготовлен плавательный костюм для дочки, ученицы третьего класса. Мы рады, что все это открыли, что наши дети будут учиться, развиваться. Это самое полезное, я думаю. Бассейн в 37-й школе – один из пунктов программы развития массового спорта. Во многих учебных заведениях Чебоксар появились новые физкультурные залы, спортивные площадки. Активно ведется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Много делается для детского спорта, для того, чтобы дети наши занимались именно спортом, здоровым образом жизни. И это было не только школьным занятием, но и занятием для всей семьи. Развивать способности со школьной скамьи – необходимые условия для будущих спортсменов и чемпионов. И в столице республики для этого создаются все условия. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Неделю назад глава Чувашии дал поручение столичным властям разобраться с проблемами жителей мясокомбинатского проезда в столице республики. На еженедельном совещании еще раз вернулись к этому вопросу. В течение недели на строительной площадке микрорайона Кувшенко работала межведомственная комиссия, которая должна была встретиться с каждым владельцем, чей дом находится в самовольно возведенном поселке Шанхай, и обсудить спорные вопросы. За семь дней в штаб поступили 166 анкет, в которых жители называют условия переезда. Предварительный итог, помимо тех 90 квартир, с которыми уже есть заключенные предварительные соглашения, предварительный итог следующий. Согласно на условия застройщика 54 человека, это однокомнатная квартира 33 квадратных метра, 32% от всех. Согласно при условии предоставления жилья равнозначной площадью 78 человек, это 47%. Согласно при условии предоставления жилья из расчета 14,5 квадратных метров на одного проезжающего 32 человека, это 19%. Не согласно на расселение пока два человека, это 1,2%. Общая площадь 166 домов 10,5 тысяч квадратных метров. Для расселения необходимо 111 тысяч или порядка 600 миллионов рублей. В целом, считаем проект инвестиционно привлекательным. Понятно, позиция застройщика хочет минимизировать затраты с целью получения дополнительной прибыли. На этой неделе будем с застройщиком встречаться. Сегодня-завтра до конца проведем инвентаризацию, соберем заявки. И будем принимать решение, будем встречаться с жителями, доводить до них позицию застройщика. Кроме того, жители мясокомбинатского проезда высказали претензии к чистоте строительной площадки. В ближайшее время застройщик обустроит деревянные отмостки. Глава Чуваши призвал участников рабочей группы разрешить спорные вопросы как можно скорее. Интересы города, интересы коммерческой организации, интересы жителей. Вот три интереса. И каждая сторона хочет заложить свои интересы. Но наша с вами задача разрешать, искать варианты, компромисс. И потом уже делать соответствующие выводы. Будем возвращаться с жителями. Давайте завершайте окончательные рабочие встречи. Если на самом деле вы убедитесь в том, что я и жителям говорил, что нужно скорректировать принятые решения, то надо скорректировать. Кроме того, Михаил Игнатьев подчеркнул, что к решению проблемы необходимо подключить рекпалату именно имущества Чувашии, чтобы проверить заключенные договоры, долевого участия и договор на земельный участок. Татьяна Молокова, Россий Мухаммедов, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с депутатами парламента Республики Молдова Игорем Дадоном и Андреем Негуцем, которые прибыли в республику с рабочим визитом. Добрый день. Добрый день. Слава Чувашия, наша любимая Россия, на Чувашской земле, на Болге. Стороны обсудили направление сотрудничества, а также расширение межрегиональных связей. Отношения имели всегда хорошие по линии сельского хозяйства. Наш производитель, допустим, фирма «Август», которая производит средства в защиту растений, продает на территории Республики Молдова для сельско-тягственных товаропроизводителей. Понятно, у вас развиты очень хорошие виноградства, виноделия и ряд других направлений. Есть определенные цифры, показатели, но есть предпосылки для того, чтобы мы наши отношения развивали еще лучше. 14 июня в Молдавии пройдут выборы в местные органы власти. Депутаты представляют интересы партии социалистов. Переживаем не самые хорошие времена в Молдово-российском отношении. Настроение жителей Молдовы и общая ситуация, я уверен, придет к тому, что в ближайшее время у нас власть и геополитический вектор становятся. По последним опросам, у нас 58% населения готовы проголосовать в рамках референдума, если бы такой состоялся, за то, чтобы войти в Евразийский экономический союз. Более 65% считают Российскую Федерацию дружественным государством. Наша партия, партия социалистов, сейчас является самой крупной партией и имеет самую крупную фракцию в парламенте республики Молдово. Михаил Игнатьев выразил готовность к сотрудничеству и взаимодействию с административно-территориальными образованиями стран СНГ. Мы готовы оказать содействие всем вашим коллегам, друзьям, которые захотят к нам приехать в сфере образования, в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта, в сфере культуры. Почему я это говорю? Потому что мы, как республика, участвовали пилотом по многим направлениям, которые потребованы были потом уже на федеральном уровне. Значит, это оптимизация общеобразовательных школ, соответственно, в сфере здравоохранения, потом единый экзамен. Понятно, у нас тоже нет богатых природных ресурсов, и мы тоже как бы с вами примерно одинаковые. То есть нет золота, нет нефти, газа, алмаза, всего того. Богатство – это наши люди. Поэтому инвестиции вкладывали людей. С 1 июня из столицы Чувашии начинаются регулярные авиарейсы в Москву. Самолеты авиакомпании «ЮТЕР» ежедневно будут вылетать в аэропорт Внуково. С 8 июня стартуют рейсы в Симферополь. Улететь в столицу Крыма можно будет по понедельникам и субботам. Возобновляются рейсы в Санкт-Петербург и Анталию. Кроме того, ранее из столицы Чувашии можно было отправиться в Домодедово. А в рамках реализации пилотного проекта развития региональной авиации в ПФО – в Самару и Уфу. Пока это все новости. Я с вами прощаюсь. Итоги дня подведем в вечернем выпуске программы «Республика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин